Слушания с участием Марка Цукерберга превратились в события планетарного масштаба, поскольку действительно люди, пользователи Фейсбука во всем мире следят за ними, комментируют их, в том числе пользователи из России, конечно же, судя по комментариям под нашими эфирами на эту тему. Вообще общение Марка Цукерберга продолжается еще. На этот раз он общается с представителями палаты представителей. Слушания в комитете по энергетике и торговле называются Facebook. Прозрачность и использование данных потребителей. Конечно, тема та же, что и накануне в Сенате. Главный лейтмотив можно выразить словами одного из конгрессменов. Почему мы вам должны верить, Марк? Цукерберг не отрицает, что ошибки были допущены, фактически признавая, что случай с Кембридж-аналитикой оказался полным просчетом, абсолютным просчетом для Фейсбука. Среди прочего, отвечая на вопрос сенатора Билла Нельсона, он подтвердил, что руководство Фейсбука не стало сообщать Федеральную торговую службу об использовании Кембридж-аналитикой данных пользователей, поскольку просто решило, что дело закрыто. Вопрос снят после того, как они пообщались и контактировали непосредственно с Кембридж-аналитикой. Давайте послушаем этот фрагмент. Когда мы в 2015 году узнали, что Кембридж-аналитика приобрела у разработчиков Фейсбук-приложения данные, которые были предоставлены пользователями, мы приняли меры. Мы удалили это приложение и потребовали как от его разработчика, так и от Кембридж-аналитики удалить и прекратить использовать любые данные, которые у них имелись. Они сказали нам, что сделали это. Сейчас, возвращаясь назад, понимаю, что была ошибка верить им. Нам следовало продолжить и провести полноценную проверку, чтобы избежать этого. Интересно, что также Марк Цукерберг сообщил, что, пожалуй, впервые сообщил, что офис спецпрокурора Мюллера действительно контактировал с представителями компании Фейсбук, по сути, допрашивал их, но не общался с самим Цукербергом. То есть он сказал, что больше он ничего не может рассказать об этих беседах, контактах, поскольку они являются конфиденциальными. Вот интересно, что тема как раз этих слушаний это то, что пренебрегли в Фейсбук конфиденциальностью данных пользователей. Но сам он не стал рассказывать о данных беседах. Кроме того, Цукерберг рассказал о своеобразной гонке вооружений с Россией. Это такая гонка вооружений в онлайн-пространстве против спонсируемых российскими властями интернет-фабрик, фабрик троллей и других групп, которые пытаются эксплуатировать соцсеть, как сказал Цукерберг, с целью влияния на общественное мнение и даже на результаты выборов во всем мире. Кстати, он сказал, что 2018 год очень важен с точки зрения выборов во всем мире, не только промежуточных выборов в США, но и электоральных процессов в разных странах мира. И поэтому Фейсбук пытается очень большое внимание уделить тому, чтобы сохранить прозрачность этих электоральных процессов. Говоря о фабрике троллей российской, Цукерберг сообщил, что на прошлой неделе были удалены еще более 270 аккаунтов, распространявших дезинформацию. Причем он отметил, делали это они внутри страны России. То есть это уже не касалось Америки, но тем не менее в России продолжают удалять непосредственно в Фейсбук такие аккаунты. По словам Цукерберга, соперники, в данном случае представители России, будут учиться работать лучше. Но и Фейсбук не намерен отставать. Уже к концу этого года порядка 20 тысяч новых сотрудников планируется добавить в отдел по обеспечению безопасности. Ну и вообще законатели устроили настоящий блиц-опрос для Цукерберга. Многие задавали такие довольно-таки сложные вопросы, пытаясь завести в тупик Цукерберга. И вот предлагаю послушать фрагменты из диалога Ричарда Дарбина, сенатора-демократа, с Цукербергом. Вы могли бы рассказать, в какой гостинице остановились накануне? Нет. Вы могли бы назвать имена людей, которым отправлялись сообщения за прошедшую неделю? Сенатор, нет. Я, пожалуй, не стану делать это публично здесь. Думаю, это все объясняет ваше право на частную жизнь. Ну вот вы обратили внимание на то, как зал отреагировал. Многие смеялись, конечно, поскольку пауза такая мхатовская, можно сказать, у Цукерберга была. После чего он все-таки ответил, что нет, он не готов рассказать. Сразу после слушания мне удалось задать вопрос как раз этому сенатору Дику Дорбину о том, удовлетворен ли он ответами Цукерберга. И, кроме того, удалось пообщаться с Эмми Клобучар, сенатором, которая сказала о том, что задала вопрос Цукербергу, а он ответил, что у него нет информации о том, что вот эти данные, полученные Кембридж-аналитикой, в итоге осели в России. Давайте послушаем. Это как раз та информация, которую можно найти в Фейсбуке о пользователях. Суть моих довольно простых вопросов заключалась в том, что надо оценить наше право на частную жизнь. И Фейсбук должен сообщать нам, если наши конфиденциальные данные используются для извлечения выгоды. Именно в этом цель наших слушаний. Сенатор Клобучар, вы сказали на слушаниях, что данные, полученные Кембридж-аналитикой, могут уже находиться в России. Что вы думаете об этом? Я хотела понять, спрашивая его о Кембридж-аналитике, что известно Фейсбуку о данных пользователей, которые были использованы. И о том, была ли у Кембридж-аналитики какая-то связь с российской фабрикой троллей. Мы же знаем, что эти тролли использовали определенные данные. И, по-моему, он все же признал, что такая связь была, хотя и не предоставил деталей. Для меня это значимое утверждение. Кстати, тролли были и в здании Сената накануне, на слушаниях в том числе присутствовали. Это были несколько вашингтонских активистов, которые пришли в париках троллей с российскими флагами и при этом с купюрами рублевыми. Одна из участниц акции протеста, она сказала нам, что таким образом они хотят показать, что вот фабрика троллей влияет действительно на многие события внутри страны, в США и также за пределами. Ну, что касается главы Фейсбука, то Цукерберг, подводя итог, сказал, что внутреннее расследование компании продолжится. И он не исключил, что юридические меры какие-то будут приняты, то есть они сами будут, возможно, судиться с кем-то по итогам этого расследования.